Как-то раз, много лет назад, проезжая в машине по университетской авеню неподалеку от въезда в Каньон-Прово, я увидел где-то впереди замедление движения. Впереди, расположенные кое-как, блокируя проезд в Каньон-Прово, стояли полицейские автомобили с мигающими огнями, пожарная машина и несколько автомобилей спасательной службы. Сначала я был раздосадован, так как складывалось впечатление, что нам придется простоять там долго. Мне также было любопытно, что там такое происходит. Посмотрев вверх на каменную стену на восточной стороне въезда в Каньон-Прово, я увидел несколько взбирающихся мужчин. Я предположил, что это были спасатели. Куда же они карабкались? В конце концов, я увидел куда. Заблудившаяся овца каким-то образом влезла по каменной стене примерно на 8-метровую высоту и не могла оттуда никуда сдвинуться. Это был не горный козел или горная овца, а обычная белая овца, отбившаяся от стада. Поскольку делать мне там было нечего, я просто стал внимательно просматривать каменную стену, пытаясь найти тропку, ведущую к тому месту, где стояла эта потерявшаяся овца, но совершенно не мог себе представить, как она туда забралась. Тем не менее, она там была, и вся эта суматоха впереди сосредотачивалась на ее спасении. До сих пор не знаю, чем закончилась эта история, так как полиция восстановила движение транспорта. Когда я уезжал оттуда, меня беспокоило только одно. В то время как спасатели были, безусловно, исполнены самых благих намерений, как на них отреагирует эта овца? Уверен, у них был план как-то ее успокоить. Возможно, они выстрелили бы в нее с близкого расстояния дротиком с трансквилизатором, чтобы поймать ее до того, как она упадет. Ничего не зная об их плане, но немного зная о том, как животные реагируют на то, когда их окружают незнакомые им люди, я переживал об осуществимости их спасательной операции. И кроме того, я задался вопросом, где же пастырь? Несомненно, он лучше всех смог бы приблизиться к этой овце, не переполошив ее. В этой ситуации были просто необходимы утешительный голос и помощь пастуха, но он словно пропал без вести. Будучи членами церкви, иногда мы словно пропадаем без вести, подобно этому пастуху. Задумайтесь ненадолго над тем, что президент Монсон сказал новым президентам миссии на семинаре, для них проведенном в 2008 году. Он сказал, «Нет более эффективной программы проповедования Евангелия, чем та, что вовлекает членов церкви. Этого не заменит хождение по домам или знакомство с людьми на улицах. Этого не заменят золотые вопросы миссионеров. Ключом к успеху является программа, ориентированная на членов церкви, и она работает везде, где бы мы ее ни использовали». С этой позиции миссионеры-прихожане, мы с вами, это пастыри, а миссионеры полного дня, подобно спасателям, пытаются сделать то, что им почти невозможно сделать в одиночку. Миссионеры полного дня, безусловно, будут продолжать делать все, что в их силах, но разве не было бы лучше, если бы мы с вами взялись за дело, которое в действительности следует выполнять нам, и для выполнения которого мы лучше подходим, так как лично знаем тех, кто заблудился и нуждается в спасении. Мне бы хотелось сосредоточиться на трех заповедях, данных членам церкви в учении и заветах. Каждая из них призывает нас к тому, чтобы мы не пропадали без вести, когда друзья, соседи и родственники нуждаются в нашей помощи. Сюда следует включить и отошедших от церкви, менее активных. Все мы должны быть лучшими миссионерами-прихожанами. В 81 стихе 88 раздела учения и заветов мы читаем, «Каждому предупрежденному человеку належит предупредить ближнего своего». Мне предоставилась честь посетить многие из Кольги в церкви, призывая к росту и развитию миссий приходов. Для меня это был очень полезный и духовный опыт. В ходе этих поездок я узнал, а недавний опрос подтвердил тот факт, что более половины населения США и Канады мало что знают или совсем не имеют представления о наших обычаях и верованиях. Уверен, что в других уголках мира эта цифра намного больше. Этот же опрос также показал, что когда в течение длительного периода времени нечлены церкви общаются с верными прихожанами или получают ясную или правильную информацию о верованиях и учениях церкви, их отношения становятся положительными, а они более восприимчивыми. По всему миру служат более 50 тысяч миссионеров полного дня нашей церкви. Пособие «Проповедовать Евангелие Мое» помогло сделать их лучшими учителями Евангелия Иисуса Христа, чем когда-либо в истории церкви. К сожалению, большинство наших миссионеров полного дня больше своего времени тратят на поиск людей, а не на их обучение. Я смотрю на наших миссионеров полного дня, как на недостаточно используемые ресурсы обучения. Если бы вы и я больше помогали миссионерам полного дня с поиском, и вы в собобудили их, чтобы они больше своего времени смогли проводить, обучая людей, которых мы находим, начнут совершаться великие дела. Мы упускаем прекрасную возможность для роста церкви, когда вместо того, чтобы самим предупредить своих ближних, ожидаем, что это сделают миссионеры полного дня. Мы должны с великим усердием работать над тем, чтобы нести свет к Евангелия людям, ищущим ответы, которые предоставляет план спасения. Многие переживают за свои семьи. Некоторые стремятся обрести уверенность в мире меняющихся ценностей. У нас есть возможность дать им надежду и смелость, и пригласить их пойти с нами и присоединиться к принявшим Евангелие Иисуса Христа. Евангелие Господа находится на земле и благословит их жизнь здесь и в вечностях. Евангелие сосредоточено на искуплении нашего Господа и Спасителя. Благодаря искуплению существует сила омовения грехов, исцеления и дарования жизни вечной. Все драгоценные благословения и искупления могут быть даны только тем, кто живет по законам Евангелия и принимает таинство Евангелия, а именно, вера Иисуса Христа, покаяние, крещение, получение Святого Духа и претерпение до конца. Наше великое миссионерское послание к миру состоит в том, что все человечество приглашается спастись и войти в паству доброго пастыря, самого Иисуса Христа. Наше миссионерское послание подкреплено знанием о восстановлении. Мы знаем, что в наше время Бог говорит со Своими пророками, подобно тому, как Он делал это в древности. Мы также знаем, что Его Евангелие управляется силой и властью восстановленного священства. Никакое другое послание не имеет такого вечного значения для каждого, живущего в наше время на земле. Все мы должны преподавать это послание другим силой и убеждением. Тихий и мягкий голос Святого Духа будет свидетельствовать через нас о чуде восстановления. Но сначала мы должны открыть уста и свидетельствовать. Мы обязаны предупредить своих ближних. Это подводит меня ко второму отрывку изучения заветов, которым мне хотелось бы с вами поделиться. Тогда как 81 стих 88 раздела учит нас тому, что немедленно, после того, как мы были предупреждены, «Миссионерская работа становится делом каждого из нас». Стихи с 7 по 10 и 33 раздела учат нас открывать наши уста. У тех, кто заучил наизусть 4 раздел учения заветов, 7 стих, 7 стих не оставляет никаких сомнений в том, что Господь говорит о миссионерской работе. «Да, истинно, истинно говорю я вам, что созрела Нива и готова для жертвы, а потому пустите серпы свои и жните со всей своей мощью, разумом и силой». Затем следует заповедь. «Трижды открывать наши уста. Откройте уста свои, и будут они наполнены, и вы станете, как Нефий в древле, отправившийся из Иерусалима в пустыню. Да, откройте уста свои, и не сдерживайтесь, и на ваши плечи будут возложены снопы, ибо, знайте, Я с вами». Да, откройте уста свои, и они будут наполнены, говоря, «Покайтесь, покайтесь, и приготовьте путь к Господу, и сделайте прямыми стези Его, ибо приблизилось Царство Небесное». Что бы сказал каждый из нас, если бы трижды открыл свои уста? Если позволите, мне хотелось бы дать совет. Прежде всего, нам следует заявить о своей вере в Иисуса Христа и Его искупление. Его искупительный подвиг благословляет все человечество, даром бессмертия и возможностью насладиться величайшим из всех данных человеку даров Божьих, даром жизни вечной. Открывая свои уста во второй раз, нам следует своими собственными словами рассказать историю о первом видении, то есть о том, что мы знаем о мальчике неполных 15 лет, который вошел в рощу, и после искренней и смиренной молитвы для него открылись небеса. После столетий разногласий миру была открыта истинная природа Божества и истинные учения Бога. Открыв свои уста в третий раз, давайте будем свидетельствовать о книге Мормона, новых свидетельствах об Иисусе Христе. Книга Мормона дополняет Библию, давая нам более глубокое понимание учений Евангелия нашего Спасителя. Книга Мормона является убедительным доказательством того, что Джозеф Смит воистину пророк Бога. Если книга Мормона истина, то произошло восстановление священства. Если книга Мормона истина, то силой этого священства Джозеф Смит восстановил Церковь Иисуса Христа. Перечитывая снова книгу Мормона, я только что закончил книгу Алмы. В завершении своего великого послания к церкви в Зарогемле он сказал, «Ибо какой пастух среди вас, имея много овец, не сторожит их, чтобы не подкрались волки и не истребили стадо его? И вот, если волк войдет в стадо его, не изгонит ли он его? Да. И, наконец, если сможет, не убьет ли он его? И ныне я говорю вам, что добрый пастырь вздывает к вам, и если вы послушаете голоса его, он приведет вас в стадо свое, и вы будете овцами его. И он заповедует вам, чтобы вы не допускали ни одного волка хищного в вашу среду, дабы он не истребил вас». Спаситель, добрый пастырь, и все мы призваны на его служение. Овца, забравшаяся на каменную стену у въезда в каньон Прова, а также эти слова Алмы, напоминают мне о вопросе, который Спаситель задал в 15 главе Евангелия от Луки. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» Обычно, думая о пастырях и овцах, я думаю о требующих качествах или ответственности пастыря, чтобы делать все, что он может для всех своих овец. Этот опыт, однако, напомнил мне о том, что это притча о пропавшей овце, и мои мысли обратились к опасной ситуации, в которой оказалась та заблудившаяся овца. Совсем одна. Не имея возможности сделать ни шага вверх по каменной стене, ни равным образом развернуться и найти дорогу вниз. Она, должно быть, испытывала неописуемый страх и чувство безнадежности, совершенно неспособная спасти себя, оказавшись в одном шаге от неминуемой гибели. Каждому из нас важно поразмышлять над тем, каково быть потерянным, и что означает быть духовным пастырем, который оставит 99, чтобы найти одну пропавшую. Таким пастырем, возможно, понадобится компетентность и содействие спасателей, но они готовы помочь и взбираются всегда рядом, чтобы спасти тех, кто в глазах Бога безгранично ценен, поскольку они его дети. Такие пастыри отвечают на последнюю заповедь, которой мне хотелось бы поделиться, из 18-го раздела Учения Заветов, быть миссионером-прихожанином. И если будет так, что вы будете трудиться все ваши дни, призывая к покаянию этот народ и приведете ко мне одну лишь душу, как велика будет ваша радость с ней в Царстве Отца Моего. Итак, если ваша радость будет велика с одной душой, которую вы привели ко мне в Царство Отца Моего, как же велика будет ваша радость, если вы приведете многие души ко мне. Как видно из этого отрывка из Священных Писаний, такие пастыри испытывают невыразимую радость. Я пришел свидетельство об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.